Но все ролевые игры, они ведь коротенькие. Ребенок поиграл и забыл. Если пустить на самотек ролевую игру, то тогда она может неизвестно куда привести. А если взрослому, кто занимается ребенком, послушать внимательно, а что там ребенок говорит, как он себя ведет, когда он играет, то обязательно вот в этой игре услышится потребность, желание, либо озвученное от имени зверюшки, в которого играет девочка, в чем она нуждается. Может быть, зверюшка очень хочет, чтобы ее гладили, чтобы ее жалели. Либо она хочет всех покусать, потому что там когда-то кто-то ее обидел. И таким образом она через зверюшку доносит, что я злюсь на тебя. То есть быть просто более внимательной к этой игре. И обязательно с ребенком поговорить. А, да? Почему? А зачем? А что происходит? То есть включиться. И ребенок буквально очень быстро перестанет в это играть. Если он поймет, что его услышали, что он вот таким способом донес до взрослых о своих пожеланиях, о своих потребностях, либо еще о чем-то очень важном сейчас для него. Но, видимо, напрямую донести ребенок сейчас боится. Поэтому придумана игра. Ведь пиццведомо придумывает себе такой образ. Шесть лет, да, это как раз пик ролевых игр. Это дети действительно используют вот те самые игры для того, чтобы донести до взрослых то, что им важно, но не напрямую. Плюс они отрабатывают какие-то новые навыки, пробуют себя в роли родителя, в роли там учителя, в роли воспитателя. Ну, играют вот в такие роли. И готовятся таким образом к взрослой жизни. Так, дякую. Тобто голюватися маме точно не треба с этого. Женщине, которая звонила, нужно в первую очередь самой разобраться, что ее больше всего волнует, почему это так пугает. Может быть, это длится очень давно. Может быть, то, как это происходит, вот форма сама настораживает. То есть вот сначала посидеть, внимательно посмотреть, как ребенок играет в собачку. И прислушаться к себе, что меня во всем вот в этом, в процессе напугало. Вот честно. Не придумайте, ой, как страшно, да. А именно, что конкретно меня напугало. Ее поведение, ее тембр, там, слова, которые она употребляет, ее тело, что напугало. И уже с этим дальше двигаться. Ну, именно взрослому человеку обращаться с вопросами. Так, дякую. Прошу, 223-09-71, номер телефону прямого эфиру. Еще раз нагадую, мы сегодня говорим про то, как подолать ваши страхи и тревоги. Но если у вас, например, есть частые хвилювания с приводу різноманитных моментов, мы также должны их почути. Еще раз прошу, будь ласка, 223-09-71, номер телефону прямого эфиру. Добрый день, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день. Я хочу запитать вас. Мне стоит только трошечки расхвилювать, как я начинаю задихаться, что вызывает у меня тревогу. И не могу сделать глубокого вдоха, поверхностное такое дихание. И очень себя некомфортно почуваю. И могу длиться это где-то две недели. Ничего себе. Спасибо за то, что я задолбовала. Спасибо за вопрос. Сейчас будем комментировать проще. Ну, в первую очередь, тут нужно узнать о здоровье человека, что скажут врачи. Потому что это может быть вот такая реакция. И в связи с заболеванием может быть даже сердечные мышцы. Либо что-то с легкими, либо с диафрагмой. Ну, что-то вот именно, и правда, физиологически, да. Если физиологически все правильно, все хорошо, все в норме, то тогда следовать дальше изучать вот эту ситуацию. Действительно, некоторые люди не могут сделать глубокий вдох. Я его и не предлагаю делать. Вдох не спеша, насколько это комфортно. Если мы сделаем очень глубокий-глубокий вдох, он может закружиться голова. Если мы будем очень часто вдыхать-выдыхать, тоже может закружиться голова, да. Поэтому комфортно, я употребила, обязательно сказала в такую фразу, комфортно для себя. Дышать и слушать тело. Что с ним происходит? Постепенно дыхание замедлится. И оно может быть действительно очень поверхностным, а потом стать глубже. Но вот дышать в своем ритме. Если вам становится так плохо от глубокого вдоха, конечно, его не делайте. Если вы наблюдаете, что вам дискомфортно в течение двух недель, то однозначно здесь есть какая-то причина, которая скрыта. По факту, да, вам плохо дышать. Но что-то за ней кроется очень важное. Что-то, может быть, резонирует с каким-то событием, которое произошло в вашей жизни, и вы его вытеснили. Ведь у нас универсальная память. Она хорошо о нас заботится. И умеет архивировать куда-то события, которые нам очень тяжело пережились. И поэтому, может быть, осталось только эхо, вот чтобы был сделан глубокий вдох в тот момент. И сейчас каждый раз, когда делается глубокий вдох подсознательно, тело попадает в ту зону вполне возможно какой-то травмы. Но я сейчас опять-таки фантазирую. Лучше про это поговорить со специалистом. Но в первую очередь с врачом. Так, дякую. Прошу, ждем далее дзвенки в 223-09-71. Говорим сегодня про ваши страхи, хвилювания и тревоги. Давайте мы тогда перейдемо до таких же больше дейсно тревожных стань, таких впродовж долгого часа, особенно после событий, которые в нашей стране стали, очень часто у людей была тревога, которая их преследовала постоянно. Как с ней бороться? Что следует делать? Вот я настоятельно предлагаю не бороться. Так. Я настоятельно предлагаю мириться. И если длиться что-то, уже какой-то период достаточно длинный, это говорит о том, что и правда нужно обращаться к специалистам. Не всегда у всех есть возможность обращаться к специалистам платным. Есть большое количество специалистов бесплатных, есть волонтеры. Но точно не оставаться наедине с этим, а прийти и рассказать. Кому-то поможет священник, беседа со священником, кому-то психолог, кому-то доктор, а кому-то так называемые в психологии безопасные люди. Безопасные люди — это те, кто может нас выслушать, поддержать, пригласить прогуляться, зная, что мы бы хотели это, но вот сами не выйдем из дома. Пригласить даже в то же кино. Ну то есть проявить ту самую заботу о нас. И пусть её будет немножечко. Но вот каждая по чуть-чуть, по чуть-чуть такая забота, забота, она вносит свою лепту и как болезамчик на рану вносит успокоение, успокоение, успокоение. Потому что встреча с такими людьми, безопасными людьми, это своего рода вот то самое признание миром. Я тебя вижу, ты мне важен, ты для меня ценная, я тебя уважаю, ты мне интересный как человек, мне приятно с тобой проводить время, мне приятно слушать, что ты рассказываешь, мне приятно смотреть, как ты ходишь. То есть вот через такие маленькие встречи и общение происходит вот то самое вылечивание. Через общение нам невероятно важно общаться. Возможно, найти таких людей, так, обовязково, чтобы сравнивать, что самая эта людина сможет тебя вислухать и действительно быть таким бальзамом. Мы сейчас про это обовязково продолжим говорить, а у нас есть телефонный звонок. Добрий день, мы вас слушаем. Добрий день. Добрий день. Я вот у меня каждый день тривоги одни и те самые. Старенький батько, я думаю, Боже, он помре. Дети то ругаются, то разводятся, то снова сходятся. И вот каждый день я на пруде, на прязи. Каждый день меня типает, я пью таблетки, пью разные настойки, меня уже это добивает. Я вам дуже дякую за то, что вы зателефонировали. Зараз мы расскажем, зараз будем аккоментовать вашу ситуацию. Это вот, как и история про то, что женщина увидела там якусь сокиру и думает, я же потом кольцю выйду замуж, кольцю там, и там может кто-то наступить из моих детей на эту сокиру. Есть такой взагалі, можливо, какой-то синдром, что у человека постепенно тривога с приводу всего на свете? Это опять-таки западание в те же фантазии. И просто так человек в эту зону фантазии не ходит. Значит, так сложились когда-то обстоятельства. Значит, произошло какое-то событие, наверное, очень сильное, повлекшее за собой вот уже выработавшийся привычный стереотип мышления, там, построение логики, да? Вот именно туда, в негатив. Почему в негатив? Очень хорошо посидеть и проанализировать вообще-то свою жизнь по факту. А что на самом деле происходит? Вот сейчас я услышала все негативное, да? Хорошо, вот в этой колоночке вот то, что только что прозвучало. А что хорошего в твоей жизни бывает? Вот я очень часто предлагаю своим клиентам такой вот простой-простой вопрос. А что хорошего в жизни? На самом деле хорошего тоже очень много. Но мы склонны его не замечать. И я предлагаю вот как раз на хорошее и повернуться, и обратить свой взор. Потому что хорошим может быть, например, что вам кто-то придержал дверь в лифт, либо в автобус, либо в какое-то помещение, да? А еще вы где-то случайно с кем-то встретились взглядом, и этот взгляд был абсолютно добрый или ласковый, совершенно посторонний человек. Но это тоже хорошее. А еще кто-то вам сказал какое-то приятное слово, либо комплимент. А еще кто-то за вас там внес какие-то денежки, пусть малые, но вот кто-то о вас вспомнил и побеспокоился. И когда начинаешь вот даже к концу дня анализировать прошедший день и вспоминать, а что были за события, поверьте, вот в списке с негативными будет намного меньше, чем с позитивными. Раз. Второе. Каждое негативное событие, как мы считаем, это своего рода школа, урок, зеркало, в которое порой очень тяжело посмотреть, но это и есть то, над чем нам в данный момент хорошо бы поработать. И похоже, что там очень много либо осуждения, либо злости, либо непринятия, либо несоглашения, что живут не так, как я считаю нужным, делают не так, как надо. А кто сказал, что надо так? Ну то есть у каждого человека ведь свой выбор, как ему жить его жизнь. Опять-таки, кому-то нравится быть в роли жертвы. Ну это я человека выбрал. Всё, давайте уважать выбор. Так. А вместо того, чтобы нацеливаться на то, направлять свою энергию, чтобы отслеживать, чтобы выравнивать, кто как живёт неправильно, на иншек давайте. Да, давайте попробуем немножечко хотя бы, по чуть-чуть разворачивать эту энергию на себя. А как живу я? А что хорошего в моей жизни? Да? А кому я улыбнулась в последний раз, да? И когда это было? А кому я там помогла, поддержала дверь? Либо когда я вышла и вымыла там, допустим, одну лестничную площадку либо возле лифта, либо ещё что-то, либо посадила цветочек. Вот просто так. Да. Либо помогла просто так. То есть попробовать повернуть вот этот вектор не навне, на кого-то, кто постоянно делает не так, а на себя. А что я делаю не так? И на самом деле там много чего будет новенького и удивляющего. Так, дякую тоже. У нас есть ещё дозвониватель. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Вот подскажите, пожалуйста. Вот я сейчас просто вот вынуждена перейти на работу, связанную с ночными сменами в основном. До этого я так не работала. Я понимаю, что это и образ жизни, скорее всего, должен поменяться. А вот как в таких случаях грамотно перейти вот на такой режим с наименьшим бредом для психики? Спасибо. Дуже дякую ему. Дуже практичное такое запытание. Да, действительно, мы порой из-за сложившихся обстоятельств должны, ну как думаем, что мы должны принять какие-то новые условия. Я бы предложила вам посмотреть на эту новую работу как на эксперимент. Вот сначала попробовать. Вот я попробую и прислушаюсь к себе, смогу или не смогу. Не подписывать обязательства на год, либо на три, или на пять вперёд, да? А в первую очередь для себя прислушаться. Для меня эксперимент это сколько? Две недели, месяц, два месяца. Ну, два месяца это многовато для эксперимента. Разраховаться обеспечить. То есть сначала, да, самой для себя я попробую. Мы воспринимаем эксперимент намного легче, чем какой-то контракт и обязательства глобальные. Я попробую. А вдруг мне вот в этом режиме очень даже понравится. А вдруг я найду там что-то удобное, какие-то привилегии. Например, нет пробок. Так, действительно. Ну, то есть и много ещё чего. И вот за этот обозначенный для себя эксперимент, вот правда, быть внимательной. И по происшествии этого времени подвести итоги. Итак, я выдерживаю, я могу, я готова двинуться дальше. Да, нет. Вот тут и принимайте решение. А пока что, вот, поэкспериментируйте. Так, я ещё просто хочу запитати, налаштування, воно ж так само дуже велику роль граю. От я как-то додзвонювачка зателефонувала и одразу питаю у вас, а как мне будет бороться потом с тем, так. Чи нужно налаштовывать себя с другой стороны, с позитивной стороны, с того, что такие изменения будут в рабочем процессе? Ну, опять-таки, да, я бы не приглашала в зону фантазии. Давайте узнавать подробно, что там ожидает, как это выглядит, как обычно происходит, какие есть уже отклики, какие наработки. Ну, иногда даже собрав вот эту информацию, можно уже для себя сделать вывод, подходит или не подходит, я с этим справлюсь или даже пробовать не буду. Так, дякую. То есть, все-таки, реалистичность. Вот это именно и есть та самая взрослая часть. Взрослая часть, которая берет на себя ответственность за собственную жизнь. Так, дякую. Прошу, мы чекаем далее дзвенки в 223-09-71, номер телефона прямого эфиру. Говорим мы сьогодні про ваши хвилювания, тревоги и страхи. Прошу.